МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете, сегодня с утра первая фраза, которая прозвучала в рамках конференции, была фраза «Мир сходит с ума по искусственному интеллекту». И действительно, сейчас, как это раньше было принято говорить, из каждого утюга мы с вами слышим слова «artificial intelligence», искусственный интеллект, внедрение искусственного интеллекта. Для кого-то, наверное, это покажется неким таким шумом, пшиком, как несколько лет назад был блокчейн. Но в реальности, если задуматься, все больше и больше аспектов нашей жизни охватывает и окутывает искусственный интеллект. По нам, могу сказать, мы, наверное, с этого года вышли на рынок устройств для искусственного интеллекта. И, ну, я не поюсь этого слова, я обалдел от того обилия задач и от того обилия потребностей, которые существуют на нашем рынке. Я, к сожалению, не смогу рассказать о многих кейсах и не смогу рассказать о них даже обезлично, но если будет время не в рамках этой сессии подходить на наш стенд, смогу рассказать определенные интересные задачи, которые мы в этом году решаем для наших заказчиков. Но мы с вами каждый день видим, что искусственный интеллект приходит, он помогает нам жить, он помогает решать нам задачи, и не нужно этого бояться. В России, ну, как вы знаете, на слайде приведена национальная стратегия развития и на период до 2030 года, недавно она была обновлена, буквально в феврале этого года. И все-таки вспоминаем, да, что мы с вами сегодня очень много говорим такое слово, как импортозамещение. Оно кому-то уже набило оскомину, как Антон сказал. Вот у них есть проблема с тем, чтобы переезжать, выбирать эти решения. У нас есть определенные сложности с тем, чтобы предлагать те решения, которые заказчику будут комфортны, те решения, на которых ему удобно будет работать, и те решения, которые не заставят его думать о слове импортозамещения в каком-то нехорошем ключе. Считаю, что это, наверное, одна из основных наших задач и то, что мы должны делать. Говоря искусственный интеллект, большинство из нас подразумевает, ну, есть какая-то задача, есть какой-то где-то искусственный интеллект, он что-то делает и выдает какой-то результат. Чаще всего большинство людей, примерно 90% с кем нам приходится общаться, задаются вопросом, нам нужно решить задачу, нам нужна система, для которой нужна система с искусственным интеллектом, нам нужна нейросеть и так далее и тому подобное. Но мы компания, которая занимается производством оборудования, и очень редко задумываются люди о том, а как же и на чем это будет работать. Безусловно, в мире есть специализированные решения, которые до 2022 года уже с трудом были доступны для России, типа NVIDIA DGX, типа HPE Cray и так далее. И после 2022 года я бы сказал, что получение этих продуктов стало даже местами немножко экстремальным или невозможным. Долгое время на нашем рынке отсутствовали продукты, которые могли бы в какой-то степени заменить продукты для искусственного интеллекта или хотя бы, если не полностью заменить, то позволить более плавно переезжать на вот это вот то, что говорят импортозамещение. В декабре прошлого года мы выпустили наш новый продукт, который называется Delta Sprout. И тут, знаете, интересная такая вещь, мы как-то внутри сидели обсуждали, что вот этот вот подъем искусственного интеллекта, он начался где-то примерно, наверное, год назад, может быть, полгода. Те из вас, кто занимались разработкой аппаратной части, думаю, понимают, что разработка этих решений занимает не полгода и даже не год, а сильно больше. И после, наверное, релиза этого продукта и получения определенной обратной связи и запросов пришло какое-то осознание, что где-то два года назад мы очень попали. Мы очень попали в то время, когда этому продукту суждено было появиться на рынке. Что позволяет этот продукт? Это некий универсальный модуль, который подключается к серверам. И, что самое важное, он позволяет устанавливать до 8 графических адаптеров полной толщины, таких как H200 или A100, Nvidia. Здесь, наверное, важно остановиться. Много наших заказчиков спрашивают, а как же, вот у вас PCI, у вас не SXM, Nvidia DGX быстрее. Да, Nvidia DGX быстрее. И мы это не скрываем, мы от этого не отказываемся. Но Nvidia DGX не имеет ничего общего с импортозамещением. И, что самое важное, его поставки могут быть обрезаны в любой момент. Нашей целью было создать тот продукт, который позволит минимизировать риски повышения санкционного давления. И здесь, не побоюсь этого слова, на сегодняшний день мы с большим успехом продолжаем предлагать данный продукт, предложаем строить системы на базе этого продукта. И, ну что да, он действительно находится в реестре Минпромторга с декабря прошлого года. И вот эта пресловутая бальная система, мы ее видим уже на 2025 год. И по требованиям 2025 года мы остаемся точно в реестре. Здесь, как сказал Антон, что вот есть проблема-исключение. Для нас есть проблема, что мы каждый год узнаем эти баллы и, скажем так, ищем новые выходы, как же эти баллы набрать. Но, как бы, есть стратегия, есть политика, есть цель, приходится ей следовать так или иначе. Так как все-таки мы сегодня собрались здесь поговорить о кейсах, тема сегодняшней конференции кейса, расскажу один кейс, который мы сделали на нашем продукте, успешно сейчас внедряем для заказчика. Опять же, к сожалению, не могу о нем сказать. Кейс немножко не из области искусственного интеллекта, так как вы понимаете, что в наш модуль можно устанавливать любые графические ускорители, поэтому очень популярны стали системы VDI и системы 3D VDI, особенно с учетом ограничения доступа к большим вычислительным компьютерам, к системам проектирования и так далее. К нам обратились задачи. Задачей было посчитать систему VDI на 1700 пользователей с суммарной потребностью 10200 гигабайт графической памяти. Вместо нас рассматривали, ну как до нас рассматривали решение российского вендора, тоже не буду его называть. И по результатам вот этого просчета получилось, что наше решение оказалось в два раза плотней. Мы используем в два раза меньше серверов, потому что мы можем устанавливать до 8 больших карт и до 16 маленьких карт в сервер. И более того, мы построили это решение с использованием 4 карт в одном сервере. То есть потенциал роста в рамках этого кейса – это еще 12 карт на один сервер. Заказчик оставил это на дальнейшее развитие, попросил пока использовать только 4. Что мы из этого получили? Помимо того, что простая экономия на серверах, экономия на юнитах, вылилось в то, что суммарное энергопотребление нашей системы вышло 45,6 киловатт против 64 киловатт у конкурента. Если складывать TCO на этих решениях, не зря весь мир идет в подключение большого количества карт к одному вычислительному узлу, то в перспективе это решение позволяет существенно экономить операционные затраты. Причем операционные затраты как по энергопотреблению, так и по месту в ЦОДе. Вот здесь хорошо нарисовано на слайдах. У нас 4 стойки получилось, у наших конкурентов 6 стойк, хотя аналогичные вычислительные мощности. Что еще сказать, наверное, про наше решение? Мы не стоим на месте. И следующий вопрос, который нам стали задавать наши заказчики и партнеры, это вопрос, ну хорошо, у вас есть продукт, у которого есть там уже карточки с PCI 5 интерфейсом. Куда их подключать? И мы в апреле, в апреле же, да, мои коллеги здесь сидят, поправят меня, в апреле мы выпустили новый, совершенно новый продукт. Это первый российский сервер, который был построен на процессорах пятого и четвертого поколения. Это первый российский сервер, который позволяет устанавливать 128 ядер в одну машину. Это первый российский сервер с DDR5 и с тепловыделением процессоров. Вот тут не побоюсь, на сегодняшний день он первый и единственный продукт, который позволяет устанавливать самые производительные процессоры, которые работают на тепловыделение 385 ватт. Это значит, что ваша инфраструктура может быть еще более плотной и, что самое важное, можно использовать передовые технологии, передовые мировые технологии, но при этом соблюдая все правила и требования импортозамещения, с которыми вам приходится сталкиваться. Я вот тут уложился даже чуть-чуть быстрее, поэтому, коллеги, спасибо. Если у кого-то есть вопросы, задавайте. У меня на самом деле есть вопрос. Вот главным ограничением для производителей серверов, на мой взгляд, субъективный, является на российском рынке его размер. Для того, чтобы хорошо зарабатывать, я где-то недавно в одной из статей считал, что объем рынка должен быть примерно там в людях, в населении, 500 миллионов. Действительно ли это проблема для вас и как вы ее решаете? Вы смотрите ли вы на другие зарубежные рынки, особенно сейчас в наших условиях, есть ли там какие-то проблемы, перспективы? Здесь, наверное, начну с первого вопроса. Является это для нас проблемой? Это является сложностью, но, к сожалению, бремя этой сложности приходится нести всему рынку. Из-за того, что наш рынок не такой большой, мы не можем где-то достигать той стоимостной эффективности, которая есть у западных производителей. Безусловно, мы стремимся к этому, но важно понимать, и сегодня с утра об этом говорили, что только объем рынка дает снижение стоимости товара. Поэтому испытываем ли мы из-за этого сложности? Да, испытываем, потому что в том числе получение некоторых компонент из-за тех объемов, которые мы приобретаем для производства, оно осложняется тем, что мы не являемся с большими и крупными заказчиками. И здесь речь не только о нас, а здесь речь вообще обо всем нашем рынке. Поэтому, да, определенной сложностью это является. Относительно других рынков мы начинаем на это смотреть, начинаем общаться. Действительно есть определенная заинтересованность со стороны наших зарубежных дружеских стран, но пока у нашей компании реальных кейсов не было. И еще один вопрос. Можете ли вы для российских производителей радиоэлектронной продукции дать какой-то один совет, какую-то рекомендацию относительно работы с реестром Минпромторга? Если, конечно, такие есть. Я вот знаю, если позволите, дам, наверное, немножко другой совет. У нас термин импортозамещения, он долгое время был таким немножко испорченным, и, к сожалению, не все наши производители шли по пути собственной разработки. Вот как совет, как рекомендация, оно вот импортозамещение и технологический суверенитет может быть только тогда, когда мозги, которые это делают, будут здесь. Вот наша компания как взяла курс в 2016 году на то, что ту продукцию, которую мы производим, мы будем разрабатывать здесь, и мы будем отвечать, извините, до болта и до топологии платы здесь, в России, нашими русскими инженерами, так и продолжаем это делать. Ну и вот как некий совет, больше и больше вкладывать в людей, которые смогут строить такие системы.